друзья всем привет сегодня будем делать очень необычную красивую штучку из самых обычных материалов вот у меня старая коробочка я делаю заготовку вот таким образом проще всего нарисовать эту заготовку сейчас я немножко тут заморочусь с дизайном это делать не обязательно но если вам очень хочется передать реалистичность то смотрите как проще это сделать это у нас месяц я рисую носик так вот скругляю добавляю губки если что-то вам не нравится всегда можно подправить терочкой и нарисовать так как нравится это вот здесь у нас будет такой глазик хочу закрытый сделать бровки и щечка берем это все вырезаем теперь нам нужно края покрыть бумажным скотчем закрыть вот так вот не особо стараясь можно кусочками можно сплошной лентой просто примените задача закрыть срезы так мы все обработали вот эти краешки месяца острые их желательно в несколько слоев покрыть скотчем лишнее можно обрезать примять теперь берем обычный клей пва немножечко разбавляем его водой до консистенции такой жиренькой сметаны хорошенько перемешиваем и приблизительно вот такая консистенция и полностью покрываем клеем нашу заготовку хорошенько жирненько намазываем все все краешки все хорошенько промазываем клеем мы намазали берем обычную вату разделяем ее на волокна берем такой достаточно тоненький слой и его вот так вот укладываем на заготовку по кусочкам добавляем можно маленькими кусочками добавлять можно большим сразу главное чтобы они были тоненькие и приблизительно одной толщины ну тут испортить невозможно можно немножко убрать или добавить вот так вот покрываем полностью всю нашу заготовку теперь берем клей и вот так хорошенько набирая на кисточку жирненько так пропитываем всю вату клея не жалеем можно немножко более жидкую сделать консистенцию чтобы удобнее было пропитывать можно чуть гуще но более жидко и удобнее все таки можно кисть побольше взять если нет кисти можно пальцами набираете и просто вот задача пропитать немножечко приглаживая вату вот так вот пропитать ее клеем полностью всю если вот какой-то кусочек торчит его можно вот так вот загнуть смочив пальцы в клеем или даже обрезать ножничками потом когда высохнет краешки вот так вот проходимся мне удобнее это пальцем делать можно и кисточкой чтобы был более четкий край лишнее загибаете можно оторвать кусочек подкрутить подмазать вот и получается четкий хороший край теперь еще возьму вот так вот пальцами немножко приглажу пусть вас эта структура не пугает она нам как раз создаст очень красивый рельеф но если хочется более ровный такой вот эффект то можно пальчиками вот так вот обмакивая в клей главное побольше набирать клей на палец или на кисточку чтобы вата не тянулась и вот так вот вдавливая размазывая немножечко пропитывая формируете как вам нравится такой небольшой слой ваты что у нас получается все мы подровняли все хорошо теперь берем фен для ускорения процесса и вот это все просушиваем если фен мощный хороший то это достаточно быстро буквально пара минут и слой сухой вот пробуем высохла все вата стала твердой теперь я хочу сформировать лицо это делать не обязательно но вот с такими выпуклыми частями конечно будет выглядеть более эффектно вот я взяла кусочек ваты и делаю глазик пропитываю в нашем клей с водичкой пальцами вот так как пластилина но даже напоминает немножко детский пластилин вот так вот сформировали приблизительно здесь не страшно здесь это можно подправить если что-то не нравится и приклеили формируете вот такой вот округлой формы элемент или видной формы глазик пальцами буквально уже говорю очень похоже по ощущениям как пластилин внизу немножечко придавливая более выделяется глазик теперь хочу сделать бровь тоже мочу маленький кусочек промакиваю клей с водой и вот так вот скручивая в жгутик и формирую бровь если хочется вот такое более миловидное выражение лица если так можно сказать вот то бровь можно здесь вот с таким вот наклоном внешним уголком вниз ты вот так вот таким образом заглаживаем и и берем еще один кусочек и будем делать губки губки проще делать вы скатали шарик и немножечко сделали такой у шарика продолговатый хвостик как комета и вот так вот приклеили здесь опять же повторюсь нечего бояться если вдруг вы много наклеили или мало всегда можно добавить или убрать сейчас добавим еще верхнюю губку таким же принципом только чуть чуть поменьше размером шарик и хвостик на головастиков немножко похожи вот такой формы и приклеили и там уже протягиваем может быть немножко хочется улыбочку такую сделать между ними тоже ногтями нужно чуть больше продавить вот уже появляется лицо теперь беру шарик вот такой вот немножко плоский тоже вытягивая его к верху и у нас получается вот такой вот носик прилепили и пальчиками формируете так как вам нравится ну где-то вот таким вот образом растягивая по переносице вверх и хочется еще так больше выделить ноздрю шарик катаем и немножечко продолговатый хвостик хвостиком ближе к углу а шариком ближе к глазику и вот так вот получается более выразительный такой красивый носик отправляем как нам нравится выделяем ногтями немножечко внизу что было четче видно контур вот что получается вот бровь мне не нравится она какая-то толстая ведь и очень легко снять это все дело и сделать по-другому вот такая вот тоненькая бровь мне нравится больше отлично теперь берем шарик тоже произвольно вот так вот кусочек сминаем под растянули его немножечко и это у нас будет щечка вот где-то здесь положили и по краям пальчиком хорошенько примяли вот такой у нас месяц теперь я это все еще хочу дополнительно покрыть слоем клея с водой промазать вот эти места особенно выпуклые я хочу чтобы они были менее структурные чем основная часть поэтому я добавляю хорошенько клея на кисточку и промазываю и тогда получается что поверхность становится чуть более гладкой можно дополнительно продавить кистью там где нужно и просушиваем хорошенько феном вот все у нас уже высохло теперь я беру темно-серую краску вы можете взять любой оттенок главное чтобы первый цвет был достаточно темный по сравнению со следующими слоями у меня вот темно-серый пусть вас это не пугает это нужно для того чтобы очень красиво сделать структуру сам месяц темным не будет так мы все хорошенько пропитали жирненько краской и кисточкой дополнительно вот так вот продавливаем выделяя структуру наших выпуклых частей так вот хорошенько это все нужно хорошо просушить феном теперь я беру ярко синюю краску опять же вы можете любой другой яркий цвет взять зависимости от того какого цвета вы в итоге хотите получить и выделяю ярко синим вот так вот хорошо промакивая кисточкой выделяю структуру кисточка полусухая и я не стараюсь все закрасить я просто вот так ей аккуратненько так вот прохожусь просто такими мазками хаотичными и это хорошо выделяет структуру получается объем а вот эти вот части которые у нас выпуклые глаза носик бровь и губы я хорошенько жирно смоченной кисточкой в краске выделяю вот так вот прям хорошо здесь уже краски не жалею это нужно для того чтобы структура была выраженной красивой многогранной такой 3d эффект и вот краешки еще вот эти острые я тоже дополнительно добавляю ярко синей краски на щечку тоже жирно смоченной кисточкой и вот эти вот края и ободок есть тоже если вы где-то что-то лишнее намазали вам кажется слишком много всегда можно подправить подсушить и покрыть еще одним слоем вот все у нас высохло теперь я беру еще более светлый оттенок так как у меня серо-синий значит я беру голубой опять же у вас может быть любой другой цвет например если вы золотой месяц решили сделать главное соблюдать принцип темный цвет светлее и еще светлее вот так опять я полусухой кисточкой прохожусь только по верхам вот так вот хаотичными мазками и беру вот эти вот выпуклые части уже жирно смочив кисточку в краске выделяю их хорошенечко так вот чтобы их было хорошо видно и губки всегда у вас принцип высветления одинаковый выпуклые части выделяются более жирно цветом и края выделяются вот эти остренькие жирнее просушиваем слой опять феном чтобы было быстрее теперь я беру серебристую краску хорошенько промакиваю кисть и опять вот полусухой кистью прохожусь по всей структуре выделяя выпуклые части если вы делаете месяц золотой то соответственно у вас вот эта краска будет вот этот слой будет золотой так вот полусухой кистью хорошенько промакивая я выделяю структуру сначала полусухой кистью весь месяц проходим хорошенько такими хаотичными мазками и теперь можно хорошенько жирнее смочить кисточку и уже более наглядно так вот выделяем наши выпуклые части глазик кровь щечку носик губы и вот эти вот острые краешки их выделяем и по чуть-чуть растягиваем краску туда дальше контур тоже можно хорошенько пожирнее пройтись и немного растушевывать его в середину теперь я вот решила чуть чуть больше синим выделите вот эти вот места чтобы четче было видно и щечку немножко сверху третий немножко переборщила с краской и всегда можно подправить берете более темный цвет и подправляете теперь берем сейчас я кисть вытру берем белую краску если у вас золотой месяц то в принципе тоже белую нужно брать и выделяем вот эти вот выпуклые части глазик внизу не весь а только внизу вот здесь вот по росту ресниц вот таким образом щечки немножко кусочек сверху который спинку носа краешек носа и губы тоже полностью не закрашиваем а только самые выступающие части вот таким образом и краешки и так хорошо видно проявляется структура и объем таким методом окрашивания добавляем еще по краю растушевываю в центр и немножечко опять же если лишнего мазнули можно подправить синей краской просушиваем все тщательно теперь покрываю я это все клеем пва если у вас есть акриловый лак можно в принципе покрыть акриловым лаком это будет даже лучше у меня его сейчас нет поэтому я беру все что под рукой есть клей пва подкроем клеем пва это нужно и для защиты и для того чтобы сейчас украсить наш месяц блестками чтобы они хорошенько прилипли все тщательно прорабатываем обязательно просушивать каждый слой чтобы краска не смешивалась клеем теперь я беру вот такой вот серебристый глиттер и вот так вот хаотичном порядке посыпаю там где мне хочется если у вас месяц золотой то вы берете золотые блесточки ну или розовый фиолетовый зеленый какие хочется так вот хорошенько выделяю как раз те места которые мы обычно высветляем полностью весь не нужно засыпать так будет симпатичнее все будут такие переходы теперь у меня есть такие вот паеточки я брала их на метраж я хочу их еще вот так вот приклеить чтобы блеск был разнообразный структурный мажу капельками клей где-то вот где хочется приклеить в хаотичном порядке немножечко хочу их тоже добавить будет красиво теперь еще вот хочу добавить таких вот звездочек тоже копеечные звездочки купленные магазинчиках фикс прайс так вот немножечко промазываю клеем добавляю еще блестящих звездочек теперь берем зубочистки и обрезаем близко к краю сначала две штучки ровно обрезаем под край и две штучки наискосок вот таким образом наискосок одну и вторую берем палочку можно срезать и будем формировать снежинку я беру клей пистолет им удобнее всего но можно и супер клей взять намазали и теперь берем со скошенным краем срезанные штучки и вот так вот близко приклеиваем к основе вот что получается опять промазываем клеем и и приклеиваем ровно срезанные тоже близко вот так таких штучек нам нужно несколько не сильно много ну не знаю штучек 67 вот так вот мы их сейчас разложим намажем их клеем обычно пава тоже так жирненько хорошенько кисточку смочили и вот так немножечко прошлись каждую каждую снежинку и берем блестки какие нам нравятся желательно мелкие такие и вот так вот немножечко посыпаем их для того чтобы они имели красивый блеск просушиваем теперь сделаем еще вот такую заготовочку для уплотнения кладем наш месяц и вырезаем ту же форму можно вот так вот со снежинка его просто сделать если у вас есть снежинка а можно вот использовать те снежинки из ушных палочек которых мы сейчас сделали вот таким образом соединили пока просто положили нашу основу с месяцем и вот так в хаотичном порядке вставляем наши снежиночки и смотрим как нам нравится вот как мы хотим сделать где-то они будут будут плотнее прилегать где-то чуть более выступающими будут вот прикладываем и смотрим сколько хотим их количество сделать вот в каком порядке вот где-то вот так теперь это нужно приклеить клеем пистолетом приклеиваем и основу тоже теперь я вот сделала из проволочки такую петельку для того чтобы наш декор можно было подвесить обычная проволочка сгибается хорошо можно купить это эту петельку ему что на вас где-то есть старые рамочки так вот мы и приклеиваем еще дополнительно я хочу укрепить это все картон очка месяц очень легкий то есть можно не бояться какой-то нагрузки вот но дополнительно никогда не помешает прикрепить еще так вот двумя картон очками и скотчем еще вот эту вот заднюю часть можно дополнительно скотчем покрыть и покрасить или даже ткани кусочек приклеить как вам хочется чтобы был завершенный вид и вот этот край если вам тоже хочется его чем-то закрыть можно например вот или бусины наклеить или вот такую вот ленточку наклеить и закрыть этот край и вот что у нас получается такой необычный декор вместо надоевших уже веночков елочных вот такой необычный месяц красиво очень блестит переливается друзья огромное вам спасибо что смотрите мои видео до конца пишите комментарии мне очень приятно их читать я чувствую вашу поддержку огромное вам спасибо очень хочется творить хочется дальше придумывать для вас что-то интересное радовать вас подписывайтесь пожалуйста на мой канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео я вас благодарю буду стараться дальше радовать вас интересными идеями из самых-самых доступных простых материалов